Цена на газ в Европе, упала до самого низкого уровня, с начала энергетического кризиса, FT. Европейские цены на газ, упали до самого низкого уровня, с начала энергетического кризиса. Это может способствовать восстановлению экономики, по мере уменьшения энергетического давления. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Financial Times. В пятницу, 5 мая, европейский контрольный показатель ТТФ достиг минимума, в 35,20 евро за мегаватчас, последний раз этот уровень, наблюдался в июле 2021 года, когда Россия впервые начала сокращать поставки энергии, в Европу перед вторжением в Украину. Позже он немного вырос, и составил 35,95 евро. Сравнительный показатель ТТФ достиг своего пика, в более 340 евро МВТ, че, прошлым летом. Снижение до 35 евро МВТ, че, подтвердило мнение о том, что цены на энергоносители возвращаются к норме после того, как Европа, успешно использовала альтернативные источники газа, ускорила развертывание возобновляемых источников энергии, и воспользовалась мягкой зимой, из-за которой газохранилища были переполнены на год. Цены на нефть также упали, причем нефть Brent упала, почти до 75 долларов за баррель, когда большую часть прошлого года, торговалась выше 100 долларов за баррель, упав примерно до уровня, на котором она торговалась до вторжения в Украину. Аналитик Морган Стэнли Мартин Рац сказал, что Европа сейчас в состоянии заполнить, свои газовые хранилища, что имеет решающее значение для удовлетворения зимнего спроса, на 100%, даже если российские поставки упадут до нуля. В хранилищах Европы недостаточно места, сказал Рац. Он также отметил, что хранилища уже заполнены на 60%. Это сопоставимо с примерно 35% в конце зимы прошлого года. Напомним, что на днях мы сообщали, что Россия пытается заменить западные технологии, для увеличения экспорта газа. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины, читайте на канале РБК Украина в Телеграм.